Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 10 ноября 2020 года. Продолжаю тему района от допотопной станции метро «Спортивная» к Новодевичьему монастырю. Мы идем по улице, которая называется «Десятилетие октября», которая до переименования называлась «Вселенским переулком». Прикиньте, только «Вселенским переулком». Конечно, по названию, как пишет официальный сайт «Узнай Москву», она называлась «Церковь святых отцов Седьмого Вселенского собора 1813-1833 года». Однако храм на этом месте располагался и ранее, это официальная справка, с 1625 года. Здесь находилась церковь Иоанна Претечи, перестроенная в 1722 году в камне. Но это большой вопрос. Эта церковь и могла быть в камне, потому что вся Москва была белокаменная. Это мы уже знаем по ходу своих исследовательских прогулок в водопотопной Москве. Находим все эти следы и вранье официальной истории, потому что до Романовых у нас тут получается по официальной истории быть ничего не могло. Весь камень у нас начинается только с Романовых, то есть не ранее 17 века. То есть чуть что, это все только 17 века, до 17 века тут как бы и не было ничего. То есть только вот с первых Романовых они допускают. Итак, эту церковь взорвали французы, отступая из Москвы в 1812 году. Видите, какая интересная информация. Зачем-то ее взорвали французы. Но точно так же поступали и фашисты, и немцы, и немецкие оккупанты. Когда они отступали, они старались уничтожить целые города, старались уничтожить. Варшаву, Прагу. Эта церковь, выстроенная на том же месте, Седьмовселенская церковь, имела три предела и была разобрана в 1935 году. Ныне на этом месте находится дом 5355 по Большой Пироговской улице. К этому дому мы подойдем чуть позже. А пока я вам хочу показать раскоп у здания детской поликлиники. И опять-таки, читаю справку по этому дому. Здание построено в 1920-х годах по проекту архитектора Мешкова при участии инженера Масленникова в авангардном стиле, конструктивизму. Значит, 1920-й год. Это двухэтажное, частично трехэтажное кирпичное здание с подвалом, имеющее Г-образную форму и полукруглое оформление угловой части. Полукруглое оформление угловой части. Вообще, это стиль и 19-го века, и 18-го, и допотопной Москвы. Архитектурной особенностью дома является сочетание лицевой кирпичной кладки со штукатуренными деталями при общей лаконичности фасада. Особенностью интерьера в поликлинике является оформление окон, а также применение цветной напольной метлахской плитки. Ну и вот что, всего-то два этажа при начале массовой застройки советской, при том, что далее строится вполне себе современная Сталинка многоэтажная, к которой мы подойдем, и в эти же годы, где логика, спрашивается. А логика в том, что здание восстанавливается на старых стенах, засыпанных, о чем свидетельствует раскопанный фундамент. Девочки, я вам хочу сказать, что вот это вот кусок старого допотопного района. Я его искала по картам, и мне буквально три дня назад муж, мы здесь мимо проехали, он мне его показал. Я говорю, опа, а я его не могла найти, где он. Вот эти вот дома и вот эти вот дома, это считается историей. Такие же кварталы есть еще не только в нашем городе, еще в Берлине. Фотография была еще дореволюционной, то есть они еще были дореволюцией. Но только не в таком виде. Не в таком, не закрашенной, красный кирпич. А их раскопать красный кирпич будет? Да, да, да. А вот даже сверху, да, оставили? Вот насчет вот этих, скорее всего, вот эти точно. Вот эти два этажа вот в этом доме, они надстроены в 50-м году. Вот я говорю вот про этот квартал. Именно про этот квартал. А вот эти дома... Есть старые фото у меня, я их надстрою. Ну, высокие, видно уже даже... Это уже надстройка, да. Это все строилось вначале. Местная жительница Татьяна Зиловина нам рассказывает про эти дома. А что здесь что, глубокие подвалы, да? Глубокие, глубокие. Достаточно глубокие подвалы, но в некоторых можно не зайти. Ну, они закрытые. А в некоторых открытые магазины, и туда прям спускаешься. Глубоко-глубоко, да? Глубоко, да. Можно пройти у нас вот на той улице, есть там такой. Не, ну нас будут искать уже на Новодевичье. Нет, мы туда обратно, если не заходим. Вот сейчас мы подойдем к поликлинике детской. Она давно здесь стоит. Скорее всего, это революционное здание, потому что в подвалах я у них не была, не знаю, есть там они или нет. Но просто видно, вот она, видите? Ну, видно, что это старое здание. А вот, когда можно было зайти в задний двор... Зато вот это здание новое, вот это. Слушай, круглое и трубище. Действительно, давайте его посмотрим, этот дом, а. А это жилой дом, да? Нет, это поликлиника. Вот, поликлиника. Да-да-да. А вот там вот есть раскопки. Прям-прям видно вот эту же бутовку. Я как-то... Ой, пошли-пошли. Я Галине отправила вот эту сфотографию. Она говорит, бутовка точно. На 12-й век. А вот это у нас что? Это здание университета педагогического. И там вот это обсерватория? Там, говорят, обсерватория, да. А посмотрите, какой вон там красный дом. Да-да-да-да. Я говорю, это район очень старый. Очень старый район. И метро у нас допотопное тоже. С этими вот спортивным метро, со светильничками. Я вас тоже засняла. А, это для справки здания Института физики, технологии, информационных систем. И построено оно в 1911-1914 году. Действительно, здесь обсерватория. Здание московских женских педагогических курсов. Ныне корпус Института физики, технологии, информационных систем МПГУ. Освещался он совершенно по-другому. Лампы, это уже советского производства. Освещался он и где ходы поездов, мелкими такими светильниками. Таких вот штук очень много по метро. И они не советские. А где сами раскопки? Вот сейчас. Ага, хорошо. Так, ну у нас тоже дореволюционный вот этот вот похожий дом. Потому что такие дома есть. Да. Это старые районы, очень старые. Ну, я говорю, по крайней мере, на Пироговку выйдите, и там же все буквально старые дома. Очень полно. А Пироговку вообще, да. А на этой самой, на Погодинке, которая параллельно. На Погодинке у нас маршрут целый был. Просто ты из группы-то вышла, Таня, поэтому ты, ну, не знаешь, не видела. Я просто лазила сама туда, вот за следки туда ходили. Вот, посмотрите, вот в эти вот. Вот, видите, вот бутов. Ага. Вот бутовый камень. И туда еще вниз, он там. Откопано еще глубоко вниз. Слушайте, смотрите, там кирпич. Да, вот здесь, конечно, там еще ниже. Тут вот, мне интересно, с этой забутовкой. Вот, может быть. Да. Врезка. И глина, глина. Девочки, рассуждайте, говорите, я вас посмотрю. Это уже укладывали этот кирпич на такой камень? Или просто его поддерживали? Вот этот кирпич. Вообще, это фундаментная. Обычно вот забутовка шла под фундаменты. А дальше вот самая древняя, до кирпичная еще кладка была тоже забутовка, но она была более гладкая. Вот, потом шли просто здания, например, такие сохранились в Выборге. Там одно где-то здание самое древнее там сохранилось на всю Россию. И вот там шла забутовка. Вообще, таких вот псковий из бутового камня, но они вот не грубые такие, не отесанные, они немножко скругленные камни. Ну, тоже разных размеров, просто бутовый камень называется. Ну, здесь вот вопрос Оксана подняла именно потому, что кирпичная кладка идет прямо вниз, и этот камень просто вот поддерживает эту стену. Либо эта кирпичная кладка стоит на этих камнях, не похоже. Может быть, действительно, это просто поддерживающая стену забутовка. А сама стена кирпичная идет дальше вниз, под глину. А вот там-то мы нашли, вот смотрите, это вообще, похоже, старая стена, вот эта забутовка. А к ней пристроена, вот сейчас вот, а к ней пристроена более поздняя, которая попала под засып. То есть вот это кусок старого здания, кусок старого здания. И вот к нему пристроена из красного кирпича. И она попадает под засып, да, она попадает под засып. Он один, однородный. Он однородный, но просто вот корни уже проросли. Однородного цвета, да, реально. Как будто, представляете, какой вот слой песка и глины. Вообще. А кто помнит, какой размер кирпича делали бы советские кирпичи? Потому что вот тот кирпич, который внизу, слишком кажется большим. Вот, был период большого кирпича. Это где-то вот 18 век точно. А может быть и раньше. А советские и 19 века, они одинаковые где-то. Большие прямо. Они прям большие. Да, валяются, да? То есть, не под руку человеку. Да, 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 я с тобой согласна. Не под руку современного человека. Но они очень большие. Под руку великанов. Была бы помоложе, я бы слазила по этой лестнице. Какие проблемы? Да ты что, правда? За кирпичами? Ну, так. Здесь у нас глина. Сюда нам что-то здесь земля. С этой стороны глина, посмотри. Валя, ты уверена? Ну, она легенькая. Девочки, не забывайте, я все-таки спортсменка. А, она спортсменка, да. Спортсменка. Так, ну и как? Огромный, да? Ой, какой огромный. Вижу даже. Ой. Давай, подержи там. Не можешь? Нет? Залезем? Подержать ее. Ну, очень тяжелый. И очень большую руку. Слушай, какой он прям большой. Огромный. Это не наши кирпичи. Ну, клейма-то тут я не вижу. Клейма нет, но это не наши кирпичи. Да, это реально. Он тяжелый? Нереально, еле поднимают. Очень тяжелый. Вот так вот в руку его не поднять. Ой, не, не, не поднять. Не поднять. Но он еще отсырел от лежания в земле. Ну, конечно. Но он очень плотный. Ну, вот такой небольшой. Да, да, да. Там тоже такой огромный. Он не потрескался от времени лежания. Вообще, так они эти царские кирпичи, говорят, они сейчас их продают. И это баснословных денег. Мы немножко заберем с собой и начинаем строить дом дружбы. Ну, вот из-за чего они тоже многие разоряют подобные дома. Особенно в областях. Да, огромный просто. Да, потрясающий кирпич. Ну, вот здесь он как бы как современный, но вот в эту ширину он не под нашу руку. Он и очень тяжелый. Ну, может быть, от того, что отсырел. Ну, отсырел, конечно. А вот это земля, что ли, получается? Как странно. С этой стороны глина, а здесь уже грунт. То ли они откапывали уже грунт, не могу понять. Здесь уже грунт идет. А там что? С этой стороны. Сравнить? Дальше. Сравнить? Ну, она же недооткопанная. Она дальше идет. Она недооткопанная, да, согласна. Ага. Пока не могу понять. Так, ну, рядом с самим зданием это глинища. Ау, сейчас. А, сейчас, сейчас, сейчас. Кирпича, да? Так, и вот, откопано. Это глина откопана. Глина с песком. Вот они. А, да, он больше. И тут целый, а этот весь растресканный, да? Угу. Да он легкий. Да, он легкий. Вот этот кирпичик. Да, маленький. А, да, он легкий, а тот вообще неподъемный. Да. Так, а если вот этот размер... Ой, нет, вот этот тоже тяжелый, я бы сказала. Может, это тот же? Может быть, тот же, да. А, кстати, можно посмотреть тогда, если это тоже структуру. Можно расколот. Другой? Поставить его, ты смотри. Поуже? Поуже. На сантиметр. Но тоже тяжелый. На сантиметр где-то. Да, на сантиметр. А к нему прилипли вот эти штуки, поэтому... Ну, не важно, все равно уже. Уже, уже, видно, что уже. Видите, разный какой кирпич? Не тот кирпич. Не тот кирпич. Так, ну что, пошли дальше к Новодевичьему. Что это? Это как нового года это? Я говорю, как будто недостроенная высотка, да? Вообще какое-то странное. Сталинка. Да, вот сюда мы. А, потом обратно, да? Когда погуляем? Куда даже. Четыре часа уже начинается потихонечку темнеть. Вон там, мне тоже ощущение, что там тоже старый район. И вот эта Сталинка, которая нам показалась, как недостроенная высотка, как раз поставлена на месте снесенной церкви, разобранной церкви, которая изначально была еще и в 17 веке, но потом ее сожгли французы в 1812 году. То есть они здесь конкретно были, в этом месте, раз они ее сожгли или взорвали, или что они там с ней сделали. А вот это здание... Подожди, Татьяна, давай сначала. Это здание, это здание станции, трамвая по окончанию. Аннушка сюда ходила по пироговке. И здесь была вот эта вот диспетчерская. Это вот здание, оно. Ну, оно, конечно, здесь уже надстроено, переделано. Но вот эти вот штучки остались, это вот от него. А это тоже, наверное, еще дореволюционная часть. Скорее всего. Раз Булгаков писал, это все-таки 30-е годы. Ну, его, конечно, отреставрировали. А оно такое было, вот это окно? Окно было. Здание трамвайного депо, да? Не метро, а депо, да? Да, ну, это не депо, это была диспетчерская. Тогда приезжаете там, там, хорошо. Что еще хочу сказать в завершении этого маршрута. Это наш фрагмент нашего большого похода в Новодевичий монастырь. Там будет отдельное видео. Вот еще раз по этому дому, который стоит на месте церкви Вселенского собора. Семи Вселенского, Семи Святых Вселенских. Короче говоря, Вселенского. Вот это такая сталинка, которая похожа на недостроенную высотку. Вот еще и там шпиль, и будет полноценная высотка. И здесь, напротив этого дома, есть такая скульптура. Проскочила, проскочила. Вот она, эта скульптура. Мы видим здесь две фигуры мужские, которые держат шар. Скульптура, вообще-то, состояла из трех фигур. Впереди была женщина. Женщина исчезла. Ну, якобы из-за коррозии. И что здесь интересно? Здесь очень интересный символизм. Скульптура называлась «Миру мир» 55-59 годов. Станислава Людвиговича Савицкого. Это дружба народов. Посвящено дружбе народов и разных народов. Вот такая была скульптура. И видите, что с скульптурой женщины происходит. Сначала сейчас просто почитаем. Вот люди пишут, блогеры, что скульптура Савицкий. Но изначально была, конечно, не так, а все благопристойно. Смотрим, вот как она выглядела. Да, все благопристойно. Женщина такая, сзади двое мужчин, которые держат земной шар. Это 60-е годы. А вот ее повело в другую сторону. Сначала вот так, а потом вот так. Ну, и они прикалываются. В конце концов, ее, видимо, отправили в ЛТП. Ныне только два мужика поддерживают земной шар. Ну, смешки с мешочками. Еще один блогер, который тоже, в общем-то, тоже как бы прикалывается. Но он решил узнать поподробнее. Это пишет Кирилл Рожков. Автор Кирилл Рожков. В 2013 году он писал. Судьба скульптурной композиции «Мир и мир в Москве». Недавно идут люди мимо и видят все то же, а чего-то вроде не хватает. Подошли ближе, женщины нет. Двое мужчин все так же держат, все тот же глобус, а бабы нет. Пропала. Каким образом и куда? Загадка. Украли, видать, мадам умыкнули. Металл ценный, флегматично заметила Людмила. Барахло отозвался Геннадий. Ну, вот люди рассуждают, куда же пропала скульптура. И вот дальше он пишет. Скульптурная композиция «Мир и мир» была установлена в 1957 году на площади Новодевичьего монастыря между улицей Десятилетия Октября, Большой Пироговской, к Седьмому Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве. Скульптор Савицкий. Монумент представлял собой бронзовую трехфигурную скульптурную композицию, изображавшую людей из трех разных рас, держащих на своих руках земной шар, обвитой лентой с надписью «Мир на многих языках». Здесь ключевое слово – людей из трех разных рас. Композиция имеет очень удачное пластичное решение. Скульптор словно сфотографировал людей с их решительными жестами. Так, копию этой скульптуры. Вот теперь начинается главная. В 1990 году передали в Хельсинки вознаменование 15-летия подписания заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, сыгравшего важную роль в окончании Холодной войны. Вот еще 1991 года нет, а у них уже, они уже решили, что они победили в Холодной войне. Ну, на тот момент, по всей видимости, да. То, что мы сегодня имеем оккупацию, мы это уже поняли и разобрались. Что нас развели просто как кроликов. Теперь, почему там только два мужика? Куда исчезла женщина? Вот была женщина, женщина исчезла. Мы видим, женщины нет. К 1998-99 годам скульптура девушки, представлявшей европейскую расу, а я скажу белую расу, лишилась кисти левой кисти и начала забаливаться на правый бок из-за коррозии щиколоток. Интересно, то есть кто-то ее обрубил, левую кисть, а коррозия у щиколоток. Почему-то вот у мужских скульптур нет никакой коррозии, никто им ничего не обрубает, а женщины с белой расой. А там, кстати, один азиат, азиатскую расу и негроидную расу представляют. Вот теперь по символизму понимаете, что что-то вот как раз в 98-99 год кто-то посягнул на белую расу, кисть сначала отрубил, потом коррозию ног устроил и потом она стала заваливаться. И остается у нас на постаменте только азиатская, монголоидная или азиатская и негроидная раса. Как вам такой символизм? А еще и два мужика современной очень. А кем и куда была бесследна, затем исчезла, унесена, скорее всего, так и останется загадкой. Как, например, исчезновение утки из другой композиции возле того же Новодевичьего пруда, что совсем недалеко. Девушка не была в композиции опорной точкой, стояла по сути самостоятельно, оттого и легче упала. Тем более, что у женщины щиколотки тоньше мужских, возможно, поэтому легче поддались коррозии. Впрочем, на других сайтах написано иное, что ничего загадочного не было, а просто скульптуру демонтировали после того, как у нее отлонилась кисть руки и она реально накренилась. Вот и все. А восстановить пока так и не восстановили. Поэтому, потому что кризис, увы, во многих смыслах слово снова продолжается. Напоминаю, что статья эта писалась в 2013 году. Я считаю, что это не кризис, а теперь мы уже понимаем очень много в символизме, что ничего просто так не происходит. И вот на 1998 году, в 1990 год, по всей видимости, они решили вот этот символизм привести в действие, то есть убрать белую расу. И с этого момента, как мы помним, что у нас там потихонечку стало готовиться в Европе, стало огромное количество мигрантов. И к нам у нас здесь тоже были активисты, которые ратовали за то, чтобы сюда запустить всех мигрантов, и китайцев, и азиатов. Всех-всех-всех-всех-всех. Вот каким образом происходят символизмы. И на эту скульптуру тоже посигнули. Посигнули все те же, все те же товарищи. Надо срочно ставить сюда женщину, белую женщину, которая символизирует белую расу. Потому что вот эти два мужика мир не удержат. Это совершенно точно. А вы как думаете, дорогие зрители? Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что вам было интересно, познавательно узнать новое о Москве. Ну и о символизме, в том числе, и о том, как это все связано с сегодняшним временем. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.